МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Кубань-24 продолжает программа на стороне закона. В ближайшие несколько минут расскажем о происшествиях в крае. Меня зовут Вячеслав Ширяев. Здравствуйте. Хорошо, что промахнулся. В Приморско-Ахтарске осудили 53-летнего сторожа. Мужчина перенес свое увольнение слишком болезненно. Из приговора суда следует, что мужчина 1967 года рождения работал сторожем в раболовецкой бригаде. В июне 2020 года его работодатель, предъявив претензии к его работе, велел ему собрать вещи и покинуть раболовецкий стан, при этом предложил подвезти его до ближайшего населенного пункта. В машине между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подсудимый нанес своему оппоненту удар ножом в плечо. На следующее утро сторож уже переквалифицировался в охотника. Когда рыболовная бригада возвращалась с проверки сетей, злоумышленник встретил их с ружьем. Дальше последовал выстрел начальника. Последний чудом остался жив. Пуля задела ногу. За причиненный вред здоровью горе-работник получил 4 года лишения свободы. Его арестовали прямо в зале суда. Продается автомобиль. Состояние хорошее. Маленький пробег. Правда, ворованный. В Геленджике правоохранители задержали похитителя железных коней. Мужчина угнал у местной жительницы советский внедорожник. Все произошло по стандартной преступной схеме. Женщина припарковала авто возле дома и отлучилась на несколько минут. По ее возвращению автомобиль исчез. Ущерб оценили в 55 тысяч рублей. Злоумышленник хотел продать авто, однако не успел. Ему помешали люди в форме. Правоохранители изъяли похищенный транспорт и вернули законные владелицы. Несостоявшийся автодилер сейчас находится под подпиской о невыезде. Воровал и продавал, продавал и воровал. Житель поселка Калинино попался на крупном мошенничестве. Работа в местном сервисном центре принесла ему почти 400 тысяч рублей. Продажам парня можно было только позавидовать. В сервисном центре по ремонту мобильных телефонов мастер предложил заявителю приобрести различную электронику по заниженной стоимости. Мужчина заказал велотренажер, видеокамеры и 14 телефонов. Договорился о сроке доставки и перевел на его банковскую карту денежные средства в размере более 200 тысяч рублей. Однако товар заказчик так и не получил. После такой крупной сделки работник месяца из мастерской уволился, а многотысячную выручку прихватил с собой. В результате оперативно-розыскных и технических мероприятий правоохранители установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его уже на новом месте работы. Уже в отделе 29-летний задержанный признался еще в нескольких удачных сделках. На так и недоставленных телевизорах, мобильных телефонах и утюгах он заработал еще 100 тысяч рублей. Теперь за такой непосильный труд мужчине грозит срок. На серийного мошенника завели несколько уголовных дел. Последним участником нашего сегодняшнего хит-парада воров стал житель Краснодара. Его задержали за кражу выхлопных труб с машин местных водителей. Злоумышленник приподнимал авто с помощью домкрата и срезал с них примоток. Делал он это совсем не из благих намерений. После таких налетов с болгаркой вор продавал украденное чужое добро. Последний такой случай принес воришке 35 тысяч рублей. Так, без деталей на железных конях остались четверо жителей города. Их общий ущерб оценили в 200 тысяч рублей. Теперь 29-летнему резчику по металлу грозит 5 лет лишения свободы. В настоящее время он остается под стражей. Легким движением руки шуба превращается. На российско-абхазской границе правоохранители задержали контрабандистов в юбке. Обе перевозили сигареты. Тайником первой девушки стала шуба. Ее огромные размеры смутили таможенников и не зря. В подкладке мехового изделия они нашли множество карманов на молнии. А внутри аккуратно уложенные 130 пачек сигарет. Еще 20 таких же находились в тайниках в рукавах толупчика. Однако такое дизайнерское ноу-хау не смогло помочь перевозчице контрабанды. Никотиновые блоки изъяли, а сигаретные модельерши теперь грозит штраф. Еще одну любительницу обойти закон задержали все в том же зеленом коридоре. Здесь правоохранителей привлек большой дорожный чемодан. Его содержимое удивлением не стало. Мандарины внутри были лишь первым слоем. Под ними перевозчица спрятала 410 пачек с табаком. Более 8 тысяч сигарет изъяли, а гражданку наградили штрафом. Всего же с начала года на таможне было конфисковано порядка 45 тысяч пачек сигарет на сумму более 3 миллионов рублей. Основные правила для детей и их родителей расскажет региональный представитель поисково-спасательного отряда Лиза Алерт Александр Бездудный. Есть ли такие примеры или истории в Краснодарском крае, где поиски ведутся до сих пор? Да, конечно. Можно о них? Вы знаете, всю актуальную информацию лучше о поисках. Лучше посмотреть на нашей стене. Но я вам могу сказать так. В настоящий момент на территории Краснодарского края примерно около... Та информация, которая есть у нас, человек около 80 не найдены. Из них судьба вторых несовершеннолетних. Поиск длится уже несколько лет. То есть раньше было больше. Нашли уже людей, получили какую-то достоверную информацию. Поиск закрыт был. Сейчас поиски продолжаются. Много людей все равно. И я хотел бы вам еще сказать так. К нам обращаются не всегда. То есть, опять же, основная нагрузка, основные цифры по статистике пропавших без остяний находятся в полиции. То есть там ребята работают не покладая рук. Если мы говорим о пропаже детей, Как это не допустить, я имею в виду, какое-то общение с родителями, советы какие-то, может быть, родителям? Самое главное, родителям нужно помнить, что основную ответственность за безопасность своих детей несут сами родители. Если к ребенку относиться равнодушно, то потом результат не замедлит, так скажем, сказаться. Не могу сказать, что всю ответственность должна нести семья по пропаже несовершеннолетнего, малолетнего, подростка или ребенка. Здесь течение факторов. И причины, скажем, пропажи могут быть разные. Могут быть криминальные, могут быть некриминальные. Может быть чрезвычайная ситуация, когда ребенок заблудился. Когда ребенок, не знаю, постеснялся сказать на остановке подетелю маршрутки, остановите здесь и уехал там в другой конец города. А денег нет, телефон сел и он пешком идет в сторону дома. Хорошо, если он знает направление, куда домой. Первым делом, то, что касается детей, ребенок должен знать наизусть номер телефона родителей. Обязательно, хотя бы одного из родителей наизусть. Если ребенок его не может запомнить, у него должно быть записано. Внутри рюкзачка, записка в кармане, браслетик с номером телефона, все что угодно. Наборные сейчас браслетики очень хорошие, с циферками можно найти. Кто-то делает нашивочки внутри одежды для детей. Ребенок должен знать основные правила собственной безопасности. Кто для него свои, кто для него чужие. Свои это папа, мама, бабушка и дедушка. Максимум. Чужие это все остальные. То есть соседи, друзья, знакомые это чужой человек. К нему нужно относиться осторожно. Свои это папа и мама. Если ребенок должен знать правила, если к нему подошел чужой и пытается куда-то отвезти его, схватить за руку. Ребенок должен научиться сказать нет, должен научиться закричать, должен научиться убежать, привлечь к себе внимание. Ребенок должен знать правила, к кому он может обратиться на улице. То есть, я так скажу, к сотруднику полиции. Если это в торговом комплексе, то это к сотруднику службы безопасности. Если родители с ребенком выходят куда-то в места массового скопления людей, то есть такой небольшой хороший способ. Ребенка сфотографировать перед тем, как куда-то идете. То есть, свежая фотография. В чем он был одет? Почему? Потому что в стрессовой ситуации родители начинают теряться. Начинают пугаться, забывают все, что можно. А здесь, да, фотографии есть? Да, пожалуйста, фотографии есть. Уже даже если в торговом комплексе обратиться к сотрудникам безопасности, сказать, что у нас пропал ребенок, служба безопасности примет все меры, какие только можно, для того, чтобы этого ребенка обнаружить, найти, поймать, в конце концов. Накануне в станице Динской произошла серьезная авария. 68-летний водитель на автомобиле ВАЗ не справился с управлением и врезался в большегруз. В результате ДТП владелец легкового автомобиля погиб на месте. О дорожно-транспортных происшествиях в краевой столице далее в программе. Стартуем сегодня со странного ДТП, которое произошло на развилке Дзержинского и Лузана. С кольца, уступив дорогу, двигаются два автомобиля, малолитражка и микроавтобус. Именно они заслуживают нашего внимания, ведь буквально через секунду легковушка затормозит, а последователь прижмется вплотную к ее правому борту. И вот тут возникает вопрос о причине такого действия водителя серебристого авто. Никаких явных причин, на наш взгляд, не было. Далее водители обсуждают план действий и приходят к выводу, что лучшим выходом из создавшейся ситуации будет приглашение правоохранителей. Ожидание заняло чуть более часа, полчаса на оформление, и стороны разошлись каждый по своим делам. Некоторые участники дорожного движения напоминают зашоренных лошадей. Помимо того, что они не смотрят по сторонам, так еще и не пытаются избежать неприятных последствий ограниченности кругозора. Смотрим. С улицы Красной поворачивают несколько автомобилей и останавливаются один за другим на запрещающий сигнал светофора. Таким образом, полоса на этом участке заполняется. Замыкает шренгу белый седан, но не успел его владелец затормозить, как в ту же секунду задний бампер прилетает серебристый автомобиль. Но для того, чтобы его занять и избежать аварии, нужно посмотреть по сторонам и покрутить баранку. На это усилий не хватило, зато хватило сил и средств, чтобы не привлекать к этому эпизоду жизни экипаж ДПС. И еще один неприятный случай на дороге. По улице Уральской движется плотный поток машин. В среднем ряду едет фура, а справа от нее светлый седан. Именно водитель легковушки забыл о том, что у грузовиков радиус поворота намного больше. И вдобавок к этому при маневре сместился в сторону большегруза, попав в так называемую слепую зону. За что и поплатился прямо на месте. Тяжелая фура без особого труда толкает малолетражку вбок. Водитель седана, покинув салон, пытается что-то возразить дальнобойщику, но особых плодов этот разговор не приносит. Поэтому спустя некоторое время на месте были дорожные судьи, которые вынесли свой вердикт. Крепче за баранку держит шофер. Туман принес на Кубань не только атмосферу английского детектива, но и проблемы на дорогах. Помимо плохой видимости, это погодное явление образует обледенение на проезжей части. Туман имеет свойство давать, особенно в условиях низких температур воздуха, он дает конденсат, который мгновенно замораживается, образуя так называемые гололедные явления, которые формируют ледяную корку по площади дорожного покрытия и создаваемый скользкий слой, который в первую очередь опасен так же автомобилистам, как и пешеходам. ГИБДД предупреждает, внимательными нужно быть и водителям, и пешеходам. Автолюбители обязаны следить за скоростным режимом и выполнять все требования дорожных знаков, а пешеходы чаще смотреть по сторонам, переходя дорогу. Помните, что тормозной путь машины на скользкой дороге значительно увеличивается. На сегодня это все. Увидимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok